Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и сегодня мы в гостях в пенсионном фонде у Светланы Афанасьевой, начальника отдела администрирования страховых взносов отделения пенсионного фонда по Хакасии. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Поговорим мы сегодня о задолженности предприятия. Организации Хакасии на обязательное пенсионное страхование задолжались, и сегодня у нас достаточно большую сумму лепту вносят и предприниматели. Вообще, каковы долги в пенсионный фонд на сегодня? Долги у нас достаточно большие. Если говорить о долгах работодателей и индивидуальных предпринимателей, это порядка 800 миллионов на 1 августа. Если говорить отдельно о предпринимателях, то это порядка 300 миллионов, которые сегодня должны нам индивидуальные предприниматели. Они у нас зарегистрированы как в статусе самого предпринимателя, так и регистрируются как предприниматели-работодатели. То есть имеют наемных работников, они должны за них отчитываться и, соответственно, перечислять страховые взносы. Ну а каковы последствия вот этой неуплаты? Если говорить отдельно про индивидуальных предпринимателей, то в зависимости от того, сколько они заплатят, то есть какие суммы уплаты отразятся на их лицевом счете, от этого будет зависеть размер будущей их пенсии. То есть это та категория платежников, будущее обеспечение, пенсионное обеспечение, у которых зависит именно от уплаты страховых взносов. Если предприниматель хочет в будущем иметь пенсию, то он должен платить страховые взносы. С 2014 года у нас закон был принят о том, что при снятии с учета предприниматель должен в пятидневный срок сдать декларацию о своих доходах, иначе будут применены жесткие санкции. Вот расскажите об этом подробнее. Какие и за что? Хотелось бы напомнить, что с 1 января 2014 года в 212 закон о страховых взносах были внесены изменения, согласно которому предприниматели теперь платят фиксированный размер страховых взносов в зависимости от дохода. Если предприниматель имеет валовый доход в течение года менее 300 тысяч, то он платит фиксированный размер. В этом году на обязательное пенсионное страхование он составляет 18 610 рублей. Если же предприниматель имеет доход свыше 300 тысяч, то он должен заплатить сверх этого 300 тысяч еще 1%. Если же это для этой категории, которая у нас ведут деятельность и не снимается с регистрационного учета. Если же индивидуальный предприниматель снимается с налогового учета, ему необходимо будет подать свои сведения о доходах. То есть, другими словами, сдать налоговую декларацию. Опять же, в соответствии с законом 212 эти сведения налоговые органы передают нам, в пенсионный фонд. И на основании уже вот этих сведений, которые мы получаем из налоговых органов, мы рассчитываем вот этот фиксированный размер страховых взносов, который необходимо уплатить предпринимателю. На сегодня у нас с налоговой организован обмен по передаче этих данных. Ежемесячно мы эти данные получаем. Все предприниматели, которые снимаются, мы получаем сведения о доходах по этим предпринимателям. И в соответствии с этим, если мы видим, что предприниматель не заплатил, то есть обязанность у него в течение 15 дней после снятия с учета заплатить страховые взносы, если мы видим, что предприниматель не заплатил страховые взносы, то мы формируем требование об уплате. Но опять же, в зависимости от того, я уже повторяю, если он отчитался в налоговую и нам налоговая передала эти сведения, то мы рассчитываем, исходя из этого дохода. Если же предприниматель налоговую декларацию не сдал, и у нас эти данные, соответственно, отсутствуют, то мы уже здесь рассчитываем другой фиксированный размер, исходя из 8 мрот. Если предприниматель отработал полный год, то вот этот 8-кратный мрот, как мы его называем, будет составлять 148 886 рублей. По сути, это штрафные санкции такие, да? Можно говорить, что да, что так. Если же, конечно, предприниматель отработал полгода, то вот эти 148 тысяч мы поделим на полгода и применим. Но сумма все равно весомая для людей. Сумма большая, я согласна. И все-таки, если предприниматель, условно говоря, не заработал за это время деньги, взносы в пенсионный фонд, они все равно должны идти? Мы говорим о тех, кто не ведет предпринимательскую деятельность и получает нулевой доход. То есть независимо от того, работает предприниматель, не работает, если он состоит на налоговом учете, если он не снят с налогового учета, в любом случае мы эту информацию из налоговых органов получим. Скажем, если предприниматель отчитался с нулевой декларацией, представил нулевую декларацию, то здесь мы уже, как я говорила, посчитаем, исходя из одного мрот. Если же предприниматель не ведет деятельность и не отчитался в налоговую, то, соответственно, мы применим восьмикратный мрот. Но пропорционально тому периоду, когда он работал в текущем году. Но зачастую с предпринимателя вот нечего взять. Как вот в этом случае будет идти вот эта работа по взысканию этих долгов? С этой категории платежщиков, когда они утрачивают статус индивидуального предпринимателя, взыскание мы производим уже в судебном порядке. Выносится судебный приказ, либо судебное решение. Судебное решение передается на исполнение приставу, и пристав уже производит взыскание. Либо с имущества должника, уже физического лица, либо со счета должника. Ну, я слышала о случаях, когда у человека из пенсии даже вычитали какие-то. Да, сегодня, согласно, опять же, федеральному закону 229 ФЗ, взыскание может производиться именно, если он является пенсионером, индивидуальный предприниматель, который утратил свой статус, но он пенсионер, удержание будет производиться из пенсии 50%. То есть кара все равно настигнет? Да, конечно. Спустя много лет? Все равно будет удержание. Если же индивидуальный предприниматель у нас еще где-то работает, такие случаи у нас тоже есть, мы по своей базе можем это определить, то, соответственно, удержание будет производиться по месту работы должника.